Сюрприз от Китая. Поднебесная закрывает свое небо для авиакомпаний и оккупантов. Речь о самолетах Boeing и Aerobus, которые принадлежат подсанкционным российским авиакомпаниям. 94-й день героического противостояния оккупантам. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости к этому часу. Попытка не пытка. Окупанты, как в последний раз, штурмуют Донбасс. Лукашенко поможет. Теперь внимание вопроса. Против кого он создает этого рода плача? Ну я тебе отвечу. Он просто изображает. Я считаю, что ты какой-то закавыка в этом есть. Ты что, против России что он создает? Конечно, против России создает. Диктатор готовит войска. Руснят по осени считают. Путин не может потерпеть поражение. И в этом большая проблема. Оккупанты вновь планируют захват Киева. Попытка не пытка, но точно не для российских солдат. Оккупанты продолжают пытаться штурмовать Донбасс. Однако особых успехов в этом неблагодарном деле не имеют, сообщает Генштаб Украины. По данным британской разведки, оккупанты вновь будут форсировать Северский Донец, чтобы пойти на Славянский Краматорск. На Славянскому напрямку ворог активных боевых дій не проводил. Вів посилену розвідку. На Северодонецькому напрямку за підтримки артиллерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Северодонецьк, Осколонівка, Тошківка. Успіху не мав. Зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Спутнікові снимки массованних обстрілів на Донбассі публікує МАКСАР. На них зафіксированы последствия обстріла Лимана і Попасной. Эти міста важні оккупантам для следующей фази наступления на Донбасс. Складну ситуацію на Донбассі. Як це передбачалося? Дуже, дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівались реалізувати вже за перші дні після 24-го. Тому вони зосередили на Донбассі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація, все. Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс. Робом все для того, щоб посилити його. Для достиження своїх целей Мародірська федерація применяет саме тяжелое неядерне оружіе в мире, говорить советник голови Офіса Президента України. Некоторі партнёры колеблются. Давать ли необхідне оружіе, боясь ескалації? Ескалації? РФ уже применяет саме тяжелое неядерне оружіе против украинців, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дати ответ не людям і передати Україні РСЗО? Борис Джонсон уже предложил Україні отказаться от ЕС і создати новий альянс з Україною, Польще, Естонією, Латвією, Литвою і Великобританією в качестве лідера. А вот США передадуть Україні тяжелое вооруження. О конкретіки пока не сообщається, однака известно, що це будуть ракетні системи большой дальності типу МЛРС. Кроме этого, Пентагон закупив почти полторы тысячи зенитних комплексів «Стингер» більше чем на 600 млн долларов для отправки в Україну. Путин не може потерпеть пораження. І в цьому больша проблема, потому що, извините, ядерна держава. Ідет все время повышення ставок. І тепер США пытаються максимально затянути прокси-війну з Росією. В Белому домі всерьез розсматривають можливість передачи Києву систем залпового огня. Зеленський їх вималиває. Але Байден же понимає, що, минуточку, але якщо в зоні пораження окажуться російські АЕС, а якщо нанесен буде удар по нашим городам, с большим количеством там жертв, то ми же можемо вообще по-другому рассмотреть цю ситуацію. І можемо сказати, американське оружію ви поставили, ви виноваты. І ми можемо нанести удар по центру принятия решень. І нам буде наплевать на п'ятую статью или нет. Показі оккупанты обстреливають українців всеми доступними їм вооруженнями, але защитники своєї країни стоять до победного, не смотря ні на що. А ведь війну в Україні можна було б закінчить за нескільки недель, уверен Владимир Зеленський. Саме важливе для України сейчас оружие, санкції проти РФ, фінансовая помощь, блокировка і конфіскація російських активів, а також справедливий трибунал для всіх воєнних преступників. Якщо світ насправді буде об'єднаним, об'єднаним і чесним по відношенню до цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни буде вимірюватися тижнями, тижнями, навіть не місяцями. І навіть не смотря на промедлення Запада, по многим вопросам українці достойно і самоотверджено спротивляються. 30 тисячі російських солдат вже погибли в Україні. Тільки за прошедші сутки ВСУ ліквідували 250 оккупантов. Всього уничтожено 1330 танков, більше трьох тисяч бронемашин і почти 100 систем ПВО. 207 самолітів і 174 вертоліта. Накануні штурмовики Су-25 і МиГ-29 в составі ВВС України розгромили російських оккупантов на Херсонщині, а також збили вражеский самоліт Су-25. Сначала вони все гордо отрицали, мол, все Су-дома, але позже пришлось признать неизбежное. «Сегодня, прямо скажем, херовий день для нашей боевой авиации. Хотелось бы, щоб таких дней не було вообще. Но идет война, военлеты работають, так же, как і все военнослужащі, і иногда не возвращаються. Небо ошибок не прощає». Контратакують Україна і на Харківському направліні, у російських захватчиків там даже начинаются массові бунты. «Ну, у деда, как всегда, все не хотять. Я щас малышей отправлю туда на усиление, а потім разберёмся. Ну тебе на подвале передай. Я принял і услышав. Ну, опять бунта. Слушаєм? По границку. Смотри, вас кажуть. Да, как я понял, личний состав здесь. Повтори. Практически все. А освободити Херсонщину і многие другие захвачені части країни ВСУ можуть даже без штурма, уверені военні експерти. Я так розумію, що так, як Російська Федерація штурмує наші міста, такого збройні сили робити не будуть. Великі міста будуть оточуватися і братися в облогу. І подивимось, скільки витримає гарнізон без палива, боєприпасів, без їжі і постачання. І таким чином будуть проводитися спеціальні дії щодо примушення цих гарнізонів до здачі. Або вони будуть, якщо нам вдасться прорвати їхню оборону, то тоді вони будуть відкотуватися і відступати. Для того, щоб або заняти рубеж оборони черговий, або відходити на російську територію. Показі оккупуванна частина Херсонської області полностью закрила границю з Україною. Кроме цього, Гауляйтер Стримаусов заявив, що регіон переходит на московське время, то є відкатывається в середину 90-х років века. В Донецькому недогосударстві вже вовсю планирують референдум, правда, с одной оговоркой. Якщо вдасться захватити всю область, то є ніколи. А від Кремль дуже б хотів представити це російському народу, як некоє достиження і оправдання вторження. Руснят по осені считають, в Кремле опять заговорили о штурме Киева. Москва надеється прийти в столицу України к осені. Об этом сообщають источники Медузы, приближённые к администрації президента і Кремлю. Во внутриполитическом блокі администрації президента РФ на фоне продвижения российських войск в Донбассі снова возникла надежда, що Москва може за нескільки місяців довести войну в Україні до победи. А вот российський генерал-полковник Владимир Шаманов озвучив другие выдумки. Деноцифікація і демилитаризація, мол, будуть йти параллельно. А займёт це все ще 5-10 років. Предстоит дуже длительний временной отрезок, де будемо присутствие тільки ми. Тому що у нас треба до конца буде демилитаризувати Україну, а це непростой вопрос. Которий займёт от 5 до 10 років. І 2-е – це деноцифікація, яка параллельно буде йти. Але даже самі відпеті сторонники Кремля признають – зробити це буде крайне складно. Але вход ідет в прямому смыслі все. Все, що осталось – Россія відправляє на війну вже даже старі танки Т-62 полувековой давності. Скоро і до легендарних Т-34 дело дойдет, щоб лозунг «Можем повторити» стал уж совсем аутентичним. І ведь все по науке. Сначала в бой идет новейшая техника, а по мере ее демилитаризации из пыльних складов достають предыдущее поколение. Правда, є нюанс – россияне хвастались тем, що до 80% вооружений заставляють новейшие образцы. Захват Киева невозможен без создания новой ударной группировки в Беларусі. После встречи Лукашенко с Путиным в стране заметили странную военную активність. Не пообещал ли агрофюрер за 15-20 млрд долларов помочь своему старшому брату і ввести войска в Україну? Учення рядом с украинской границей вновь продлили, а с хранения сняли военную техніку. Разворачивает ее либо для того, щоб передати России, либо для прямого назначення. И одну из главных своих задач – отвлечение внимания и растягивание сил ВСУ на северном направлении – Лукашенко исправно выполняет. Теперь же хунта решила создать еще и народное ополчение, якобы для поддержки белорусской армии. Однако очевидно, что раздавать оружие настроенному против него народу диктатор не осмелится. Александр Лукашенко поручил создать в Беларуси ни много ни мало народное ополчение. Терроборону. Перед этим он поручал выучить украинский опыт, как малые группы смогли останавливать... Это, я помню, мобильная группа, смотрите, как действует, берите на вооружение. У нас до этого есть и люди, и вооружение, он говорит. А теперь внимание, вопрос, а против кого он создает это народное ополчение? Ну, я тебе отвечу. Он просто изображает. Я считаю, что ты какой-то заковыка в этом есть. Ты что, думаешь, против России что он это создает? Конечно, против России создает. И на то есть прямая логика происходящая. Ну, расскажи. Мы точно не собираемся вторгаться в Беларусь ни при каких обстоятельствах. Близко нет. А кроме того, какая же сила может заставить Александра Григорьевича, народу, который он перед этим лупил дубинками, а этими дубинками нехорошие дела творил с людьми в СИЗО, заставить теперь в этот народ выдавать оружие? Какая-то очень серьезная угроза. Ну, понятно, что угроза от Украины призрачная. Послушай, он не даст оружие народу, потому что они эти дубинки ему насуют прямо в жопу. Прямо все эти дубинки, они набьют ему сфинктер, понимаешь? Он не даст им оружие. Не даст. Марк, и в этом же интрига. И вот теперь создается народное ополчение. Это какая-то очень серьезная причина вообще должна поставить, было так заставить его вопрос. На въезде в Пружаны в 40 километрах от границы с Польшей и недалеко от Украины уже начали обустраивать блокпосты и перекрывать дороги. Все это якобы мероприятия по организации территориальной обороны. Как пишут телеграм-каналы со ссылкой на военных экспертов, Лукашенко сейчас разыгрывает перед Путиным настоящий спектакль. Мол, мы готовимся и делаем все возможное, но пока еще не готовы. Он тянет время с созданием штаба Южного командования и будет имитировать бесконечную подготовку к войне, которая продлится до капитуляции России. И даже растиражированная новость про закупку 20 тысяч жетонов для опознания убитых, которые закупает Минобороны Беларуси, не более чем стандартный ежегодный тендер. Но несмотря ни на что, Россия и Беларусь – братья навеки. Хоккейным сборным двух стран запретили участвовать в Чемпионате мира 2023 года, отныне только по катушке в Сочи. А UEFA разведет команды из Беларуси и Украины во всех турнирах, они больше не сыграют друг с другом. А на эту минуту у меня все. Актуальная информация в наших телеграм-каналах, а поддержать развитие YouTube-ресурсов нехто можно по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова